Равин Шнайдер Я искренне верю, что сегодня вы получите от Бога что-то важное, если будете открыты к тому, чтобы услышать Его и познавать Его. Бог такой великий. Он говорит и дает нам новые откровения через учение Равина Керта. Шалом и добро пожаловать. Я так сильно ощущаю любовь Бога к вам. Мы продолжаем особенную программу о Святой Земле. Это уже третий сезон. Сегодня я покажу вам уникальное место на земле Израиля. Приготовьтесь. Сегодня мы отправимся в Иудейскую пустыню. Я знаю, что Бог будет говорить ко многим из вас, пока я буду служить Его словом в этом уникальном месте Израиля. Оставайтесь вместе с нами. Я люблю вас. Благословений. Шалом. Я нахожусь в Израиле. За моей спиной вы видите Иудейскую пустыню. Это такое впечатляющее зрелище. Очень многие стихи в Слове Божьем говорят о пустыне. Еврейскому народу пришлось блуждать по пустыне, прежде чем он пришел в землю обетованную. Именно здесь проходило служение Иоанна Крестителя. Я прочту вам Евангелие от Матфея, 3 главу, 1 и 2 стихи. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Писание говорит, что весь Израиль приходил в эту пустыню, чтобы совершить крещение покаяния. Иоанн готовил путь для Мессии и делал это прямо здесь, в пустыне, которую вы видите за моей спиной. А теперь перейдем к 4 главе того же Евангелия от Матфея. Сразу после того, как Иешуа вышел из реки Иордан, произошло две вещи. Первое. Бог утвердил его. Дух Божий сошел на Иисуса видимым образом, как голубь. Когда Дух Божий сошел на Иисуса и осиял его, с небес прозвучал голос Отца. «Это мой Сын, это мой возлюбленный Сын, в Котором мое благоволение». Итак, Иисус вышел из реки Иордан, Дух Божий сошел на него в образе голубя и пребывал на нем, освящая его. В тот же момент с небес заговорил Отец. Иисус услышал, как Отец сказал ему, «Ты сын мой возлюбленный». Окружавшие Иисуса люди услышали так, «Это мой возлюбленный Сын». Мы можем спросить, как Бог мог говорить Иисусу, «Ты мой возлюбленный Сын, в Котором мое благоволение». А все окружающие люди услышали, «Это мой возлюбленный Сын, в Котором мое благоволение». Все потому возлюбленное, что Господь всегда говорит именно так. Поверье гласит, что Тора, которую Бог дал людям на горе Синай, пришла к нам на 70 разных языках. Это лишь один пример того, насколько сверхъестественен Дух Бога. После того, как Дух Бога сказал Иисусу «Ты мой возлюбленный Сын, в Тебе мое благоволение», произошло еще одно событие. Дух Элухим, Дух Живого Бога, повел Иисуса в эту пустыню. Иисус провел в этой иудейской пустыне 40 дней и 40 ночей. Почему? Заметьте, вовсе не дьявол повел Иисуса в эту пустыню. Писание говорит, что Дух Божий повел Иисуса в пустыню. Это относится и к вам. Иногда Отец ведет нас к трудностям с определенной целью. Причиной трудностей не всегда становится дьявол. Иногда именно Бог Отец ведет нас к трудностям, чтобы укрепить нас. Давайте прочитаем о Духе Божьем в 4 главе Евангелия от Матфея. «Дух Божий повел Иисуса в пустыню, чтобы через 40 дней и 40 ночей Господа искушал сатана». Каким образом это касается вас? Иногда Господь ведет вас к искушению. «Не дьявол ведет вас к искушению, но Господь порой ведет вас к искушению, чтобы укрепить вас, пока вы будете упражнять свои духовные мускулы и противостоять врагу». Итак, 4 глава, 1 стих Евангелия от Матфея. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Еще раз. «Тогда Иисус возведен был о кем, собственно? Духом Божьим в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взял кал. Иисус ослаб. Он ничего не ел и ослаб. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий». Первым делом дьявол пытается заставить Иисуса усомниться в том, кто он есть. Иисус смог противостать дьяволу, потому что знал, кто он такой. И если бы он этого не знал, он бы поддался. Первая атака сатаны — это попытка заставить усомниться в своей личности. Нам нужно знать, кто мы такие. Мы избранные Божии. Мы возлюбленные Божии. У нас есть призвание с небес. Библия называет нас царями и священниками. Зная, кто мы такие, мы можем противостать дьяволу и сказать ему «нет». Когда мы не знаем, кто мы такие, мы поддаемся соблазну. Вы видите этот феномен даже в обычной жизни. Дети, которые растут в крепких семьях, с надежным отцом и надежной матерью, которые с любовью наставляют их и принимают, способны сказать «нет» беспорядочному образу жизни и случайным связям. Почему? Потому что они знают, кто они такие. То же самое мы видим в жизни Иисуса. Сначала дьявол говорит «Если ты сын Божий, стараясь посеять в Иисусе сомнения». Если бы дьяволу это удалось, Иисус потерпел бы крах. Очень важно, что Иисус знал, как жить словом. Помните, что Иисус и есть словом. Я предлагаю вам еще раз посмотреть на это местописание. Постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взял кал и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сей сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ «Написан, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Держаться за слово можно двумя способами. Первый – принять написанное слово. Второй – Иисус – это и есть живое слово. Когда мы будем постоянно осознавать, что Иисус всегда рядом, когда мы научимся различать проявления Духа Святого в нашей жизни, мы научимся слышать внутреннее свидетельство Духа. Научившись слышать внутреннее свидетельство Духа, мы научимся пребывать в помазании. Нам нужно понять, слыша это свидетельство, мы находимся в зоне действия Духа Святого, в покое, в правильном положении. К примеру, если я ведущий вокалист, мне нужно быть в правильном положении. Если я буду торопиться и нервничать, я сразу почувствую, что выхожу из помазания. В таком пении не будет силы. Мне нужно научиться оставаться в помазании, держась за его словом. Ну а мы продолжаем читать, далее у нас идет пятый стих. В чем разница между верой и легкомыслием? Потом берет его дьявол, святой город, и поставляет его на крыле храма, и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя. Да не приткнешься, а камень ногою твоей». Послушайте еще раз это же место. «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя. Да не приткнешься, а камень ногою твоей». Некоторые из нас совершают ошибки, думая, что идут по вере, когда на самом деле это просто легкомыслие. Дьявол старался внушить Иисусу легкомысленность. Прыгни с горы, прикажи камням стать хлебом. Он пытался заставить Иисуса совершать духовные поступки. Однако духовные поступки, которым дьявол подталкивал Иисуса, не были инициированы Отцом. Прежде чем сделать шаг веры, удостоверьтесь, что вы действительно идете по вере, а не по легкомыслию. К примеру, я нахожусь в Израиле. Многие люди приезжают сюда и влюбляются в эту страну. Они говорят, «Мне здесь так нравится, я как дома». Они принимают решение переехать сюда, думая, что действуют по вере. Они переезжают из своей страны в Израиль, будучи уверены, что их призывал сюда Бог. Однако происходит вот что. Они приезжают сюда и терпят крах. Им очень сложно ассимилироваться, привыкнуться к местной жизни, научиться общаться на иврите и преодолевать культурные различия. Люди думали, что едут сюда по вере, однако на самом деле ехали по легкомыслию. Они захотели переехать, приняли решение и заявили, «Я доверяю Богу и делаю шаг веры». После переезда все будет отлично. Однако ими двигало предположение, что это воля Божия. Это было их собственное желание, а не вера. А Иисус сказал, «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего». Он двигался в настоящей вере и смотрел на Отца, поэтому всегда действовал в силе и творил чудеса. Не совершайте ошибку. Дьявол искушал Иисуса. Просто спрыгнем вниз. Тебя поймают, ангелы Божии тебя подхватят. Некоторые из нас из-за своей незрелости послушаются и прыгнут. Нет, возлюбленные. Враг просто хочет, чтобы мы упали. Вернемся к сегодняшней программе. Давайте продолжим. Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушая Господа Бога твоего». Он ходил в вере, а не в легкомыслии. Восьмой стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, Сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Дьявол пообещал Иешуа славу, богатство и блеск мира. Послушайте еще раз. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, все царства мира и их славу. Все то, что, по нашему мнению, сделает нас счастливыми. Богатство, роскошь, слава приносят счастье. Иисус сказал, что жизнь не зависит от изобилия имущества. Но сколько верующих соблазнились, поверили этой лжи. Голливуд внушает нам, «Когда у тебя будут деньги, ты будешь счастлив». Если будет слава, будет и счастье. Если будет более высокий статус, и работа получше, будет и счастье. Будешь выглядеть лучше, будет и счастье. Дьявол показывает нам славу мира, показывает блеск этого мира. Поскольку мы недостаточно хорошо знаем Отца, недостаточно хорошо знаем голос Духа, недостаточно хорошо знаем Иисуса, и не нашли удовлетворения в личных отношениях с Богом, «Мы упали в грязь лицом и оказались в сложных, разрушительных условиях». Именно к этому дьявол подталкивал Иисуса. Он пытался уничтожить его, соблазнив славой этого мира. Опять берет его дьявол и показывает ему все царства мира и славу их. Многие люди начинали как сильные христиане, а затем уступили миру, пошли на компромисс, поскольку хотели преуспеть. Это то же самое. Многие верующие в ходе своей работы пойдут на компромисс со своими принципами и ценностями, желая обрести славу мира. Я знаю, что сейчас говорю о ком-то из вас. И поэтому я молюсь Отцу Небесному о тех, кто поступил именно так. Дьявол стремился соблазнить Иисуса теми же вещами. Эти люди променяли тебя на ложь. Они променяли твои богатства, царь Иисус, на славу мира. Они выросли в церкви. Они были наставлены в вере учителями воскресной школы, но когда выросли и начали работать, они пошли на компромисс со своими принципами. Они стали продаваться миру, продаваться дьяволом. Они пошли на компромисс с нравственностью, потому что хотели поскорее завести отношения. Они хотели быть с принятыми и любимыми, поэтому пошли на компромисс со своей сексуальной целостностью. Они хотели быть популярными на своей работе, поэтому стали говорить как мир, вести себя как мир и делать все то, что делает мир. Затем они захотели получать больше денег и пошли на компромисс со своей системой ценностей и поведением на работе и в бизнесе. Возлюбленные, если это о вас, то знайте. С этим же искушением дьявол подходил к Иисусу. Знаете, чем отвечал на это Иисус? Десятый стих. «Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Сейчас у вас есть возможность покаяться. Я знаю, что говорю о многих из вас со всего мира. Есть хорошая новость. Если мы исповедуем свои грехи, Бог, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Если мы покаемся, Он примет нас. Помните, что в этой пустыне за моей спиной Иоанн Креститель крестил людей. Что это было за крещение? Это было крещение покаяния. Сегодня вы можете покаяться. Вы можете встать на колени, глядя на эту пустыню, помня, что еврейский народ приходил в эту пустыню, чтобы покаяться и приготовиться к приходу Мессии. Бог желает большего для вашей жизни. Бог желает обрезать и мое, и ваше сердце. Но перед этим нам нужно покаяться. Я прошу вас сейчас. Если можете, встаньте на колени и расскажите Иисусу, на какие вы пошли компромиссы, попросите Его простить вас, попросите у Бога Отца милости, попросите Бога укрепить вас Духом Святым, посвятите себя Богу заново, избавьтесь от всего мирского, что вы впустили в свое сердце. Слава мира не способна вас насытить. Этот день может стать совершенно новым днем жизни с Господом Иешуа. Прочту последний 11 стих. Иисус победил дьявола. Победил мир, плоть и дьявола со всеми его искушениями. Сатана подходил к Иисусу так же, как он подходит к нам сегодня. Соблазны, которыми он искушал Иисуса, он предлагает и нам сегодня, возможно, в чутеном виде. Иисус каждый раз побеждал соблазны. Последним искушением дьявола было предложение Иисусу всей славы мира в обмен на то, что Господь поклонится ему. Иисус ответил на это, «Отойди от меня, Сатана», ибо написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Финал того же события в другом Евангелии звучит так, «И дьявол оставил его до времени», до более удобного времени. Лука тоже записал, что дьявол отошел от Господа, когда он сказал, «Оставь меня, Сатана». Написано, «Господу Богу поклоняйся, и ему одному служи». Лука пишет, что было после того, как Сатана отошел. Он задумал вернуться в более удобное время. Главная мысль — нам придется сражаться с миром, плотью и дьяволом до конца нашей жизни. Это неизбежно. Порой ко мне приходят люди, которые борются с искушением. Они хотят, чтобы я взмахнул некой волшебной палочкой, думая, что искушение пройдет, если за них помолится муж Божий или женщина Божия. Но, знаете, нам придется сражаться с миром, плотью и дьяволом до конца нашей жизни. Мы можем одерживать с победы, но когда вы побеждаете Сатану в одной сфере своей жизни, он попробует подойти к вам с другой стороны, когда вы будете слабы, как был слаб Иисус. Библия говорит, что Иисус провел в пустыне 40 дней, ничего не ел, а слаб и проголодался. Именно тогда пришел дьявол. Зачастую он пытается подойти к вам, когда вы слабы, когда у вас эмоциональный спад, когда что-то в вашей жизни пошло не так. Возможно, у вас эмоциональное выгорание. Будьте начеку. Дьявол пытался подойти к Иисусу, когда тот был слаб. Сегодня дьявол так же ходит по земле, как рыкающий лев, и ищет, кого бы поглотить. Что это означает? Он ищет слабых, он ищет подход к тому, кто ослаб. Великий апостол Павел, автор многих посланий и великий герой веры, почти в самом конце своей жизни написал такие слова. «Течение я совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне винять с правды, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Возлюбленные, вся наша жизнь будет сражением веры, но Бог говорит вам сегодня «Шалом!» Его мир сохранит вас и сохранит все, что вы ему доверите. Только научившись слышать внутренний голос Духа Святого, мы научимся пребывать в помазании от Бога. С вами был Равин Кёртшнайдер. Я люблю вас. Я говорю вам в этой пустыне «Иисус с вами», когда вы сражаетесь в своей вере. Не сдавайтесь, он скоро вернется за вами. Я говорю вам «Шалом!» из Израиля. Спасибо, что были сегодня с нами в этом путешествии по Израилю. В послании к римлянам сказано об особенном задании от Господа. Библия говорит, что перед язычниками стоит задача возбудить в евреях ревность. Тогда еврейский народ примет Господа Иисуса в свою жизнь. Через программу «Узнавая еврейского Иисуса» мы вызываем в евреях ревность. Со всех концов Израиля мне приходят письма от евреев, которые смотрят нашу программу. Поддерживая меня в этом служении, вы возбуждаете ревность в евреях, не только в Израиле, но по всему миру. Они слушают Евангелие Царства через программу «Узнавая еврейского Иисуса». Поддерживая это служение финансами, вы исполняете задание Бога вызывать в евреях ревность. Будьте благословенны. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно о каждой нужде. Если у вас есть свидетельство того, как служение, узнавая еврейского Иисуса, изменило вашу жизнь, мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Равин, ваша безудержная энергия и любовь ко Христу ощущаются в каждом вашем слове. Я думал, что у меня исключительно прекрасные отношения с Господом, пока не начал смотреть программу «Узнавая еврейского Иисуса» два года назад. С тех пор ваше служение помогло мне достичь еще большей близости с Господом. Поддерживая ваше служение десятинами, я был благословлен мерой доброй и утрясенной. Мы рады, что вы сегодня с нами и мы хотели бы молиться о вас. Присылайте нам свои нужды по почте или через наш сайт. Адреса сайта указаны на экране. Мы приглашаем вас рассказать вашу историю на нашем сайте в разделе «Свидетельства». Также мы благодарим вас за молитвенную и финансовую поддержку. Поддерживая служение, узнавая еврейского Иисуса, вы становитесь партнером Бога в строительстве Его Царства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитров А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Помните, Иисус сказал, «Вы будете Мне свидетелями до самого края земли». Я прошу вас поддержать Меня и служение, узнавая еврейского Иисуса. Я хочу, чтобы вы знали, что ваша финансовая помощь очень важна. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса» как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Равина «Семена откровений». Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения Равина через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии.